Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала Видное ТВ прямой эфир. Сегодня мы пригласили к нам в студию начальника управления координацией деятельности медицинских и фармацевтических организаций номер 12 Министерства здравоохранения Московской области Светлана Юрьевича Дакова. Добрый вечер. И заместителя главы администрации Ленинского района Демкина Надежда Ибрагимовна. Надежда Ибрагимовна, добрый вечер. Добрый вечер. Огромное спасибо за то, что пришли. И я уверен, что те 30 минут, которые у нас отведены для прямого эфира, мы проведем с пользой для наших телезрителей. Светлана Юрьевна, первый вопрос вам. Многие наши телезрители знают, что с 1 января 2015 года полномочия по организации медицинской помощи перешли с муниципального уровня на субъект Московской области. Задам вопрос, что называется простой. А зачем? А для чего это было сделано? Я хочу начать с того, что, во-первых, проведены требования в соответствии с требованиями федерального законодательства. Согласно основам об охране здоровья граждан, полномочия по организации медицинской помощи — это все-таки полномочия субъекта Российской Федерации. Московская область — одна из трех территорий, которые по состоянию на 1 января 2014 года эти полномочия еще не поднимали с уровня муниципальных образований. Основная цель поднятия полномочий — это, естественно, создание равнодоступных условий для всех жителей Московской области. Создание стандартизированных услуг, формирование стандартизированных медицинских услуг не потому, в каком муниципалитете какое отношение к системе здравоохранения. Поскольку зачастую мы анализировали работу в муниципалитетах, какие были отношения у глав территории, совершенно разные модели. А создание именно единой системы, формирование единого вектора развития, доступного для всех жителей Московской области. То есть имеется в виду, что граждане, которые проживают в Московской области, вне зависимости от того, в Ленинском районе или в Улховицком, в Озерском районе, получали абсолютно одинаковую медицинскую помощь. Я правильно понимаю? Будут получать абсолютно одинаковую медицинскую помощь. Для этого созданы органы управления при Министерстве здравоохранения Московской области, их всего 15 территориальных управлений, которые курируют и координируют деятельность медицинских организаций, которые входят в медицинский округ. Я возглавляю управление, которое формирует 12 территориальное управление. В наш округ входят Видновский район, Домодедово, Ступино, Каширо, Серебряные пруды, Озера. Общая численность населения, которое на сегодняшний день охвачено нашими услугами медицинскими, почти 500 тысяч населения. И 26 юридических лиц, которые на сегодняшний день из статуса муниципального приобрели статус государственных учреждений здравоохранения. Ну что ж, для того, чтобы подводить какие-то итоги, естественно, еще не прошло, наверное, время. Я бы с удовольствием прямо уже сейчас пригласил бы вас в эфир, чтобы вы рассказали, уже когда пройдет какой-то промежуток, чтобы мы могли сказать, что изменилось. И прежде всего не в управлении, а для тех людей, которые обращаются за медицинской помощью. Надежда Брагимовна, мы с вами вопрос, который я вам сейчас задам, мы его обсуждали. На различных депутатских комиссиях мы говорили об этом. Еще какие-то были вопросы Молоковской больницы и инфекционной больницы. Если мы с 1 января передали полномочия по оказанию услуг медицинских, так почему же Ленинский район все-таки берет на себя строительство и Молоковской больницы, и инфекционного отделения больницы? Да, на самом деле, 29 декабря 2014 года заключен контракт на строительство Молоковской участковой больницы и инфекционного корпуса Видновской районной клинической больницы. Мы строим, во-первых, эти деньги Ленинского муниципального района. И граждане, ради которых и для которых мы будем строить эти два объекта здравоохранения, это для наших граждан. Сегодня издано постановление главы Ленинского муниципального района о передаче полномочий заказчика. Заказчиком сегодня уже является администрация Ленинского района. Создан строительный штаб. Каждую пятницу с выездом на строительную площадку мы контролируем ход строительных работ. Естественно, жители ждали долго этого момента. Сегодня работает техника, сегодня уже готова строительная площадка. Более того, я скажу Светлану Юрьевну, пользуясь таким моментом, хочу сказать огромное спасибо за то, что она подключилась и вместе с нами решает текущие вопросы. Такие, как, например, куда переместить сотрудников Молоковской участковой больницы и пациентов. Светлана Юрьевна предоставляет нам передвижную амбулаторию, где будет работать врач общей практики и медсестра. Более того, мы в поселении Молокова подбираем нежилое помещение для того, чтобы переместить и дневной стационар, и пациентов, и отпуск питания, ну и соответственно, чтобы медицинская сестра там работала. Чтобы услуги по оказанию медицинской помощи не прекращались даже на время строительства, я правильно понимаю? Понимаете, услуги бы в любом случае не прекратились, потому что пациента поток был бы направлен на другие две амбулатории, которые находятся в ближайшем расстоянии. Это амбулатория сельского поселения Володарская, амбулатория сельского поселения Развилковская и, ну и естественно, Видновская районная клиническая больница. Что касается инфекционного корпуса нашей Видновской клинической больницы, контракт также заключен на строительство самой больницы, строительно-монтажной работы. Но сейчас идут переговоры с партнером, победителем аукциона. Мы разбираемся там по правовым моментам, потому что они осторожничают, конечно, вот эта вот передача полномочий. Раньше заказчиком было управление здравоохранения Ленинского муниципального района. Управление здравоохранения ликвидировано с 1 января 2015 года. Ну и, соответственно, сегодня полномочия передаются администрации района. Они более осторожные. Мы вот сейчас в ближайшее время урегулируем наши вопросы юридические и правовые. И компания-партнер приступит к строительству и этого корпуса инфекционной больницы. Светлана Юрьевна, чтобы объединить наш сегодняшний разговор, есть ли еще территории, где поступают так же, как и Ленинский район? Полномочия передали, а больницы строят. Есть такой район в нашем округе, это Домодедовский район, который также за свои деньги сейчас достраивает новый инфекционный корпус, который мы планируем использовать для нужд жителей всего медицинского округа. Поскольку сейчас формируются пациентопотоки с учетом четкой совершенно потребности в данной услуге среди жителей территории. И все, что выстраиваем, мы на сегодняшний день, вся сеть, имеющиеся ресурсы, они должны использоваться в первую очередь эффективно. Они должны работать для населения. И поэтому мы планируем закрывать койки инфекционные, там, где они не востребованы, и переориентировать потоки на Домодедово. Понятно. Ну, я, наверное, не ошибусь, если скажу, что уже лет 10 веду прямые эфиры. И раньше очень много было по приоритетным программам, в том числе и приоритетной программой было здравоохранение. Сейчас существует, насколько я знаю, государственная программа по здравоохранению Подмосковья на 2014-2020 годы. Давайте об этом поговорим. Что это за программа и насколько она поможет в оказании медицинской помощи нашим гражданам и людям? Государственная программа здравоохранения Подмосковья была принята в 2014 году. Основной целью, которая является, естественно, улучшение демографической ситуации в Московской области, увеличение продолжительности жизни жителей региона, снижение смертности по тем классам, которые у нас мониторируются указами президента Российской Федерации, создание благоприятных условий для наших жителей, чтобы они получали качественную медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения и в связи с чем смогли бы мы достичь и повышения уровня удовлетворенности качества медицинских услуг. Поскольку на сегодняшний день, как говорит губернатор, житель всегда прав, поэтому мы готовы и хотим работать для того, чтобы уровень медицинских услуг, конечно, повысился. Программой предусмотрены ряд мероприятий, которые будут реализовываться в течение нескольких лет. Программа финансируется с хорошими ресурсами. На сегодняшний день одно из приоритетных направлений — это развитие первичного звена, так называемое учреждение, которое оказывает первичную медико-санитарную помощь. Вы знаете, что сейчас в рамках государственной программы формируется так называемая трехуровня система оказания медицинской помощи. И наши уровни на уровне муниципальных образований, на уровне субъекта — это первый уровень оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических условиях, в условиях стационара. И что сейчас делается? Наращиваются именно специализированные виды в учреждениях второго уровня. У нас в округе и в том числе на территории Ленинского района запланировано открытие клиника диагностических центров для взрослых, которые мы планируем открыть в 2015 году и один в 2016 году для взрослых, один для детского населения. У вас будет открыт в этом году в Ленинском районе клиника диагностический центр. Средства предусмотрены с хорошим оснащением, с мощным оснащением, в том числе и тяжелое оборудование планируется к закупке. Кадры подготовленные у вас есть, но мы еще будем привлекать для того, чтобы в полном объеме смогли сформировать полноценный клиника диагностический центр. Также планируется дальнейшее развитие сосудистой программы. Вы знаете, что БИЧ на сегодняшний день и первое место в структуре смертности населения занимают смертность именно от болезни системы кровообращения. Хотя вот за 2014 год в целом по Московской области, в округе и у вас в Ленинском районе, очень хорошие показатели в части снижения смертности именно от болезни системы кровообращения. Здесь и мотивация населения на ведение здорового образа жизни, но и немаловажную роль играет, конечно, оснащение наших учреждений и кардиологических отделений и создание сосудистых центров. У вас на сегодняшний день работает первичное сосудистое отделение, и в этом году мы планируем его реорганизовать в региональный сосудистый центр с внедрением хирургических манипуляций на сосудах и на сердце, внедрение стентирований. И все это, вот эта программа, о которой мы говорим, вот это вот все, она подразумевает... Это все в рамках государственной программы здравоохранения Подмосковья. Как же хочется, чтобы эта программа работала. Да, работала. А, кстати говоря, Надежда Борогимовна, вопросы по детскому питанию. Ведь это не вошло в эту программу. Как сейчас в Ленинском районе будет строиться работа по детскому питанию? Да, действительно, это тоже является сегодня полномочием муниципального образования район. Мы уже провели торги на первый квартал 2015 года. Детское питание, это дети до трех лет беременные женщины получают у нас через пункты раздачи в тех же амбулаториях. Другое дело, что это полномочия теперь наши. Мы занимаемся этим вопросом. На оставшиеся месяцы года будет проведен конкурс. Есть у нас партнеры добросовестные, которые хорошо выполняют свою работу. Поэтому это наша функция районная теперь. Ну, теперь хоть и рожать, что называется, можно. Знаю, что детским питанием наши будущие мамы обеспечены абсолютно точно. Светлана Юрьевна, к вам вопрос, опять-таки, вот миллион, наверное, раз мы обсуждали эту тему. Это лекарственное обеспечение льготных категорий граждан. Как сейчас обстоят дела в Московской области и теперь уже в Ленинском районе, так как полномочия мы передали на субъект? Льготники, которые по показаниям имели право на получение жизненно необходимых препаратов, лекарственных препаратов, они были обеспечены. Я хочу уточнить, что это не все медикаменты выписываются, льготные категории, а выписываются препараты, которым необходимы по жизненным показаниям. Перечень определен и утвержден приказом федерального министра. В рамках этого перечня врачи имеют право препараты выписывать. Для льготной категории, которая относится к полномочиям субъекта Российской Федерации, это наши так называемые региональные льготники, получают препараты по перечню, который утверждается приказом по Министерству здравоохранения Московской области. Я правильно понимаю, что были федеральные льготники, были региональные льготники, они также и остаются? Совершенно верно. По вашей территории более 150 миллионов в прошлом году было направлено на обеспечение именно вот этих категорий льготников бесплатными лекарствами. На сегодняшний день я хочу вам сказать, что все аукционы, которые должны были быть разыграны на закупку медикаментов, Министерство здравоохранения занимается вместе с Комитетом по конкурентной политике. Сейчас уже начались поставки. В январе у нас были перебои, некоторых препаратов не было, не было онкологических в трех позиции сахарный диабет, но сейчас поставки начались. И я надеюсь, что свои задачи перед своими льготными категориями граждан мы выполним, и они будут обеспечены по необходимости. Надежда Брагимовна, тогда такой вопрос. Все понятно, региональные льготники, федеральные льготники, но в Ленинском районе были и муниципальные льготники, которые предусматривали какие-то льготы врачам, медсестрам, медбратьям. Как сейчас? Сохранятся ли они, эти льготы? В продолжение то, о чем сейчас говорила Светлана Юрьевна, полномочия по льготному лекарственному обеспечению, они не с 1 января 2015 года перешли. Они давным-давно являются полномочиями региональными. Но вместе с тем граждане обращаются к нам, в орган местного самоуправления, к главе района, к заместителю главы. В любом случае перебои бывают. Так и будет. От того, что сегодня полномочия ушли на региональный уровень, мы не перестанем заниматься вопросами граждан. Они так и будут обращаться к нам. И по оказанию медицинских услуг, тем более с требованием об оказании качественных медицинских услуг. Также по льготному лекарственному обеспечению. Мы и раньше решали эти вопросы персонально. Старались обратившемуся оказать помощь. Искали, в каких аптеках этот препарат есть. Если нет, то заказывали, специально делали заказ. Но более того, в прошлые годы в муниципальном бюджете всегда предусматривались деньги на особую льготную категорию граждан, онкобольные граждане. В этом году на первый квартал деньги эти не заложены, поскольку мы постарались, зная, что с этого года у нас муниципального здравоохранения не будет, постарались закупить этих препаратов. Нам на первое время препаратов этих хватит. На следующие периоды, при первых же поправках в бюджет, это будет предусмотрено как льгота районная. Но уже мы не сможем закупать препараты, а будем оказывать меры материальной поддержки, с тем, чтобы наш житель мог купить за деньги. Потому что у нас уже нет таких полномочий выделять деньги, нет управления здравоохранения, через кого можно проводить эти деньги. И вот когда наш новый руководитель Олег Владимирович Хромов, исполняющий обязанности главы района, был на встрече с медицинским сообществом, он об этом конкретно сказал, что эта льгота будет сохранена. Помимо этого, мы сохранили льготы выплатам молодым специалистам, доплата к пенсиям работникам медицинской сферы, отработавшим 30-35 лет, и проезд к месту работы. Потому что мы с вами много раз говорили о том, что у нас кадровый голод, проблема, особенно среднего медицинского персонала. Порой они приезжают, вахтовым методом работают. Поэтому вот эту льготу мы сохранили. Мы уже знаем механизм, как мы будем эту льготу доставлять до нашего льготника, скажем, в данном случае для медицинского работника. Сейчас ведется много разговоров по поводу того, что некоторые льготные категории граждан могли бы получить те или иные денежные средства, если не пользуются теми или иными услугами. Это как-то относится к здравоохранению? Ведь там нужно подать какое-то заявление? Или это касается других проезда льготного? Нет, и лекарства тоже. Это программа пенсионного фонда. Там есть набор социальных услуг, куда входят в первую очередь деньги, которые на лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение и проезд до места, куда, получив санаторно-курортное лечение, льготник может попасть. Многие отказываются от этого набора социальных услуг в силу того, что, ну, или перевои с лекарственными препаратами, или говорят, что мы не ездим в санаторий, потому что этой путевки не дождешься. Я всегда выступаю перед... Ну, либо в транспорте, в конце концов. Я всегда выступаю перед нашими зрителями, говорил о том, что не надо отказываться от набора социальных услуг. Не надо сегодня думать, что 400 рублей, 500 рублей вас спасут. Надо пользоваться этой льготой и получать полную услугу социальную. Потому что сегодня не надо, а завтра, может быть, очень понадобится препарат, который стоит гораздо больше, чем 500 рублей. Поэтому я призываю все-таки наших граждан льготной категории не отказываться от набора социальных услуг. Есть еще один набор социальных услуг, от которых навряд ли кто-либо когда откажется. Это льготное зубопротезирование. Светлана Юрьевна, это к вам вопрос. Насколько я знаю, были какие-то определенные проблемы. Начало года, наверное, в любой области, области имеются жизнедеятельности, есть такие проблемы. Начало года, пока все это механизм запустится. Как сейчас обстоят дела именно с льготным зубопротезированием? Ситуация изменилась в части финансирования этой услуги. Если до 1 января 2015 года средства шли через соцзащиту. Деньги были у них, они формировали, выдавали путевки пенсионерам для того, чтобы они могли получить эту услугу. А услугу уже оказывали учреждения здравоохранения. С 1 января все финансирование по так называемому государственному заданию пойдет через Министерство здравоохранения Московской области. На сегодняшний день, буквально в пятницу, был подписан приказ министром нашим, Суслоновой Ниной Владимировной. Определен перечень учреждений здравоохранения, государственных уже, которые будут эту услугу оказывать. Средства уже выделены, средства пошли. Поэтому все, кто имеет на это право, могут уже начинать идти в соцзащиту за той же самой путевкой. И для того, чтобы получать эту услугу. Люди, которые обращаются, они знают дорожную карту, как это сейчас модно сейчас говорить. Вопрос решен. Отлично. Надежда Брагимовна, стоматология, это понятно, да? Это узкое такое направление. А еще же есть у нас врачи общей практики. Вот как в Ленинском районе строится работа именно с кабинетами врачей общей практики и с ФАПами? Это тоже новое веяние нашего времени? Ну, ФАПы не новое веяние. Ну, ФАПы, плавно перешедшие с добрых советских времен, это врачи общей практики стали новым веянием, да? Ну, в продолжение Светланы Юрьевны, я хочу сказать, что раньше равные права были для стоматологических клиник любой формы собственности. И частные, и государственные. Но вот в этом году зубопротезирование передано только государственным поликлиникам стоматологическим. А наша стоматологическая поликлиника относится к государству? Конечно, конечно. А, считается государственным. Ну, я думаю, муниципальное, да? Да, да, да. Чтобы наши льготники тоже знали, потому что обращались, какую-то долю имели наши частные стоматологические кабинеты, они имели долю по зубопротезированию. Сейчас только в нашей Витновской стоматологической поликлинике будет оказана эта льгота зубопротезирования. Ну, благо, там есть и специалисты, и персонал есть. Мы работали с тем, чтобы передать нормальные условия. Что касается ФАПов. ФАПы есть у нас. Более того, мы вошли в этом году в программу Московской области, очень хорошая программа по строительству современных фельдшерско-акушерских пунктов. Для этого надо было соблюсти ряд условий, чтобы был сформирован земельный участок, отмежован, откадастрирован. Такой участок быстро подобрали в городском поселении Горки-Ленинские. Глава городского поселения, в буквальном смысле, за считанные дни сумел подобрать вот такой участок. Сегодня Котов Александр Петрович, глава поселения, заключил соглашение с Министерством строительного комплекса о строительстве фельдшерско-акушерского пункта. Этот пункт будет 300 метров. То, что там и место для проживания фельдшера предусмотрено сразу. Там, где будет фельдшер работать, и сразу же будет проживать. И по врачам общей практики, вы знаете, что мы в 2013 году сразу же ввели два кабинета врача общей практики. В планах, вот буквально на 2015 год, дрожжено, будет введен тоже кабинет врача общей практики на два рабочих места врачей общей практики. Также, это уже по инвестиционным проектам, будет выделена квартира для врача общей практики. Поэтому, у нас в этом плане есть перспектива развития медицинских учреждений. Отлично. К сожалению, у нас остается прям 3-4 минутки. Еще есть вопросы, которые хотел бы я задать, и которые приходят от наших телезрителей, за что вам огромное спасибо. Обязательно их озвучу. Надежда Боргимовна, с 1 января ликвидировано управление здравоохранения. А люди, которые там трудились, какова их судьба и удалось ли как-то трудоустроить? Я думаю, что это очень такой момент человеческий. Да, это очень человеческий важный момент, потому что в управлении здравоохранения работали 18 человек, все трудоспособного возраста. И, естественно, понимая, что с 1 января будет ликвидировано управление здравоохранения, мы уже подбирали, где эти люди будут работать. Конечно, кто-то ушли в нашу Видновскую районную клиническую больницу, кто-то ушли работать в Министерство здравоохранения. Светлана Юрьевна 4 единицы забрала к себе в территориальное управление. В существующий отдел администрации Ленинского района мы приняли трех сотрудников бывших управлений здравоохранения, которые будут как раз-то работать именно с отраслью для коммуникативной связи, в первую очередь, именно с отраслью здравоохранения. Также подключаться к вопросам лекарственного обеспечения. Кстати, муниципальная программа также сохранилась в развитии здравоохранения. Несмотря на то, что полномочия ушли на региональный уровень, есть муниципальная программа развития здравоохранения. Поэтому вопросов очень много. И я думаю, что мы проявили заботу о людях, которые работали и вдруг не по их вине оказались, что управление ликвидировано. Конечно, конечно. Но это очень хороший момент. Я также хочу сейчас обязательно, мне хочется об этом сказать, я думаю, что вот мы сегодня специально вышли вдвоем со Светланой Юрьевной к зрителям, чтобы все были уверены, что мы находим взаимопонимание, что мы работаем в тесном контакте. И раньше, если мы решали вопросы как-то с Министерством здравоохранения напрямую, самостоятельно, были вопросы, и они будут. А сегодня у нас есть еще территориальное управление в лице Светланы Юрьевны. Я думаю, труд наш будет еще плодотворнее. Я очень хотелось бы, чтобы так было. И дальше. Я тоже можно немножко добавлю, чтобы закончить. Все дело в том, что однобоко, вот на самом деле, как сказала Надежда Брагевна, эту проблему нельзя озвучивать. То, что вот если подняли, значит, кроме Министерства больше никто ответственный за оказание медицинской помощи жителями несет. Мы работали и будем продолжать работать в тесном взаимодействии именно с руководителями территорий, с главами, потому что нужды своего населения, именно местная власть, знает лучше, чем знаем начальники мы, которые находимся в Министерстве. Поэтому только тесное взаимодействие, никаких кардинальных решений по оптимизации сети без согласования с руководителями вашей территории, естественно, мы применять не будем. Мы будем работать на благо, я повторяюсь, но на благо жителей вашего Ленинского муниципального района. Вместе с вашим новым исполняющим главой, с руководителем администрации, который замом, вернее, который скурирует нашу отрасль, мы находим общий язык. Я думаю, что вместе с совместными усилиями нам удастся уровень здравоохранения в Ленинском районе поднять. Один из высоких в Московской области. Я на это надеюсь. Каждый раз, когда подходит время нашего эфира к концу, мне всегда хочется помечтать. Помечтать, чтобы в следующий эфир, когда мы с вами встретимся, те вопросы, которые мы сегодня обсудили, мы их больше не задавали, потому что знаю, что они уже исполнены, они выполнены. И больше единственное, что остается, это двигаться вперед. Двигаться вперед. Огромное спасибо за то, что пришли, ответили на многие-многие вопросы. К нашим телезрителям, к сожалению, я не успел задать вопросы, которые вы прислали. Но поверьте, на каждый ваш вопрос будет дан ответ. В газете «Видновские вести» Надежда Абрагимовна, подтверждаете мои слова? Подтверждаю. Всех призываю подписываться на эту газету, в первую очередь, «Видновские вести», потому что наша газета размещает всю нормативную базу, которая рождается в этом районе. Да, ну и, естественно, все новости, которые происходят в Ленинском районе. Совершенно верно. А также смотрите телеканал «Видное ТВ». Спасибо, что все это время были вместе с нами. Всего доброго и до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok